Жители села Босколь и близлежащих посёлков Харабалыкского района скоро смогут здесь получать медицинскую помощь. Строители возводят семейную врачебную амбулаторию на 25 посещений в смену. Строительство шести зданий в Кустанайской области уже ведётся. Возводят эти СВА в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости-2020». Строительство Смирновки у нас практически уже завершено. Дело было только до финансирования с республиканского бюджета, потому что врачебная амбулатория была финансируется и с республиканского бюджета. И первоначально с республики не было достаточно выделен денег. После последнего заседания РБК эта проблема уже решена. И сейчас мы ждём только постановления для того, чтобы мы смогли эти работы завершить и сдать объект уже в Смирновке Карабалыкского района. В этом году в Кустанайской области строительство шести амбулаторий завершат. Две начнут возводить. Они будут переходящими на 2014 год. Стоимость строительства СВА в каждом районе разная. В селе Смирновка Карабалыкского района цена проекта 107 миллионов тенге. 96 в Амантугай Амангельдинского района. В Диевке Аулейкольского района СВА обойдётся в 103 миллиона тенге. В Троебратном Узункольского построят за 106. В селе Орпек Амангельдинского района цена вопроса 88 миллионов тенге. Стоимость разница. То есть мы привязывали же типовой проект. Стоимость типового проекта 107 миллионов. Когда идёт привязка типового проекта, то всё зависит в основном от основания и инженерных сетей. То есть само здание, оно остаётся неизменной по стоимости, потому что идёт привязка. А фундаменты инженерной сети, естественно, уже в зависимости от того, в каком населённом пункте и в каком районе это построено. В одном районе грунты агрессивные, допустим, там грунтовые воды, поэтому там нужно более дорогостоящие мероприятия применять. Удорожание может быть и из-за инженерных коммуникаций. Если есть газоснабжение, нужно подводить топливо, ставить мини-котельные. Амбулатории строят там, где медуслуги сельчанам оказывали в аварийных зданиях 40-летней постройки или в арендных помещениях. Ситуацию изучили в управлении здравоохранения области. Медицинские кадры в этих сёлах есть. Будет и новое оборудование. В рамках строительства 350 медицинских объектов, строительство именно врачебных амбулаториях, я считаю, наиболее своевременное. Наиболее своевременное. Так как сегодня эта амбулаторно-поликлиническая помощь входит в нововведение. Или будем говорить продолжение этой реформы, которую смотрим в программе «Саламата Казахстан». И большая часть нагрузки, будем говорить, такой вот серьезной, будет переходить на уровень первичного звена. Обращаться к специалистам в новой амбулатории могут жители прикрепленных участков из близлежащих поселков. Врачи будут к ним выезжать. Будет работать и дневной стационар. В 2014 году полностью строительство семейных врачебных амбулаторий завершат. Всего их будет 16.